ДИЛНУР РАЙХАН Посольство Китая на фестивале. Фестиваль «День гуманитарной помощи» проводился во Французской Британии с 9 по 11 сентября 2022 года. Посольство Китая также было приглашено на мероприятие. После того, как посольство Китая во Франции объявило в Твиттере, что проведет трехдневную выставку в рамках фестиваля, группа французских «зеленых» пришла в палатку китайской делегации в знак протеста против геноцида уйгуров. Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о создании Временного комитета по стратегическому соперничеству между США и КП Китая для ответа на вызовы Пекина. Специальный комитет по стратегической конкуренции между США и КП Китая Палата представителей США будет отвечать за оценку и расследование военных, экономических и технологических вызовов, которые Китай предпринимает против США. С тех пор, как в Китае были ослаблены строгие меры контроля в связи с внезапным изменением направления политики в отношении коронавируса в начале прошлого месяца, стало известно, что около 60 тысяч человек погибли из-за вируса или связанных с ним осложнений. С 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года из-за вируса погибли 59 938 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения. Япония сообщила, что для лучшего отражения мировых реалий необходимо увеличить количество мест постоянных и временных членов Совета безопасности и Организации объединенных наций. На сессии ООН, присутствующий в рамках поездки в США министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса подчеркнул важность верховенства закона и правопорядка. Касаясь российско-украинского кризиса, Хаяси потребовал полного ухода России из Украины в соответствии с решением Международного суда ООН от марта 2022 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Ваньбинь в пятницу призвал Соединенные Штаты и Японии отказаться от концепции холодной войны, прекратить создавать воображаемых врагов, а также не препятствовать созданию стабильного Азиатско-Тихоокеанского региона.